Пожалуй, одна из самых актуальных тем сегодня – профилактика гриппа. Как не заболеть, как распознать симптомы и как, наконец, лечиться от этого опасного недуга, расскажет Юлия Важенина. Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеет. Подлый вирус – этот грипп, как правильно заметил папа дядя Фёдора из мультика «Простоквашина», грипп, пожалуй, одна из самых массовых болезней человечества. Ежегодно этот вирус подхватывает каждый третий житель планеты. Страшные осложнения гриппа. Как правило, это от осложнений. По статистике, ежегодно умирает около 200 тысяч человек. Если брать последние две недели, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Примерно количество обращений стало в полтора-два раза больше. Для того, чтобы заразиться, не обязательно напрямую контактировать с больным человеком. Можно зайти в магазин или городской транспорт, где до вас были больные люди. В воздухе остается возбудитель. Он попадает в дыхательные пути здорового человека и инфицирует его. Размножаются вирусы с огромной скоростью. Что делать, если вы заболели гриппом? Конечно, в первую очередь надо проконсультироваться с врачом. Дома тоже надо принимать меру по предупреждению. При чихании кашля надо закрыть рот носовым платком или салфеткой. Часто надо делать влажную уборку в квартире, проветривать и не забывать очень тщательно и часто мыть руки. Врачи в один голос твердят, самый надежный способ защиты от гриппа – вакцинация. Современные противогриппозные прививки эффективны. Даже если вы заболеете, то перенесете грипп намного легче. Правда, прививаться нужно не во время вспышки заболевания, а осенью, как это делает Анна Карасева. Она ставит прививки уже пять лет подряд. Прививки делаю каждый год, а так переносится легче, конечно, после прививки. Но болею, бывает, не без этого. Гриппом ни разу не болела. Сила прививки в ее специфичности. Организм вырабатывает иммунитет против всех штаммов вирусов гриппа, которые использовали при создании вакцины. Это значит, что при встрече с ними организм будет во всеоружии. А чтобы ему помочь, нужно укреплять иммунитет. Как известно, лучшее лечение – это профилактика. И в случае с гриппом это правило работает на 100%. Свести к минимуму вероятность заболевания могут продукты, содержащие витамин С. Это лимон, апельсин, грейпфруты, клюква. Их нужно есть всю зиму. Кроме того, следует пить отвар из шиповника. Ну а если при этом добавить ложечку меда, то польза будет двойной. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.